Привет, Танис на канал Шанс подняться, обзор четвертьфинальных матчей турниров в Санкт-Петербурге И, собственно, начинаем сразу, мы еще захватим немного турнир в Хуакине Тайландский, женский, так как там тоже есть что-то интересное, но Там уже второстепенно все-таки, потому что я фокусируюсь на российском турнире Поехали, Александрова Соболенко, 1.33 Коэффициент на победу Арины Соболенко Я думаю, что Арина здесь пройдет без особых проблем Они играли уже в этом году на турнире в Шэньчжене Соболенко в финале выиграла 2-0, достаточно уверенно И по игре Александрова прошла Терезу Мартинцеву Соболенко обыграла, соответственно, Элисон Ван Эйтвенг 2-0 Не знаю, в любом случае считаю, что здесь сюрпризов не будет Все-таки Александрова играет не так стабильно, не так мощно Здесь, как бы, говорить особо много не буду 1.33 Соболенко, не думаю, что здесь нас ждет какой-то сюрприз С Квитова-Векич, многие-многие ждут, да, что Векич Ой, не Векич, а Квитова рано или поздно сойдет здесь с дистанции Но, вы знаете, логично было бы ей сойти с дистанции в матче Сазаренко, да Потому что, ну, отдать, скажем, матч такой чемпионке – это одно дело А вот слить Векич, я не думаю, что здесь, опять же, такое случится Хотя все может быть В любом случае в Экспресс собрать такой матч я не рекомендую Кстати, вы спросите, будет ли сегодня прогноз Да, на самом деле не особо, но кое-какие рекомендации я для вас подготовил То есть, все-таки в матче Квитова-Векич я ожидаю За счет того, что более удобный стиль для Петры у Векич И плюс Петра левша Если она будет играть хотя бы на 80% своих возможностей, то у нее все будет хорошо Павлюченкова-Бертонс Вот здесь матч вообще дико опасный, непонятный Павлюченкова вроде как играет, опять же, с каким-то тейпом на плече При этом обыграла Алена Остапенко Которая показала, между прочим, не такой уж и плохой теннис Я бы даже сказал, клевый теннис Павлюченкова выставила, обыграла, отыгрывая там брейкпоинты во втором сете Во втором сете у нее были проблемы Она выставила, она молодец, закрыла свою соперницу 2-0 Павлюченкова два последних раза обыгрывала Бертонс, будучи аутсайдером Последний раз это было на US Open в трех сетах Тогда Павлюченкова, первый сет проиграв, выиграла следующие 2-6-3-6-3 За коэффициент 3,5 А в 2018 году Павлюченкова выиграла за коэффициент 2-16 на турнире в Ухане 6-4-6-2 Совершенно непонятно вообще, как так неудобно получается Хитти Бертонс Играть с Павлюченковой, по крайней мере, последние разы было Что будет в России на территории Насти Единственное, опять же, меня все время смущает То есть, если у нее тейп на плече, значит, может быть, у нее все-таки не все так хорошо с плечом Хотя я знаю кучу примеров, когда теннисист там со всякими перемотанными коленями Там плечом, локтем, всем чем угодно выигрывает турнир и все в порядке Просто тейп да и тейп Но он меня все-таки смущает Поэтому я, наверное, маленький-маленький приоритет, как и букмекер Кстати, отдам Кике Бертонс В то же время, не исключаю, что здесь может легко победить Настя Павлюченкова Бертонс, кстати, прошла легко из Смолин Бонавантюр Которая в предыдущем матче Но я вам сейчас скажу, погодите А Бонавантюр обыграла... Ну, просто для понимания, да? Бонавантюр обыграла... Качественникова Я уже, в принципе, в предыдущих видео это говорил Но просто Бонавантюр не такая уж и слабенькая А Бертонс разобралась легко Вот, в то же время, если уж сливаться То Бертонс самое время сделать это именно Насте Павлюченковой Домашней теннисистке Короче, вот очень опасный матч Форы плюсовые от Павлюченковой Самый более-менее оптимальный лайф-вариат для этого матча Дальше Касаткин-Звонарева Вот здесь самое интересное Я думаю, что уже только самый ленивый Человек, который не следит за теннисом Ждет слива от... Не ждет слива от Касаткины Все-все, и я жду слива от Касаткины Потому что она в отвратительной форме Она... Ну, я не знаю, скинула ли она вес там Но, по-моему, нет По-моему, она весит много Играет плохо Вера Звонарева получила подарок от Юлии Георгес Да, мы все знаем Будучи на волоске от поражения Вера ушла Со счета 0-1 по сетам С брейком во втором сете проигрывала В итоге выиграла Юлия Георгес Между собой они не играли С Касаткиной В общем, я жду того Что Касаткина, как обычно, проиграет Потому что последние 4 матча у Касаткина Это поражение Последний победный матч Это Мария Шарапова Мария Шарапова на корт не вышла Поэтому победа даже Касаткина, соответственно Все-таки здесь минимум сет от Веры Звонарева Я вот так вот Или плюсовую фору вот так вот заигрывать можно Рекомендую Неплохой матч Плюсовую фору точно Что дальше? Быстренько давайте Это что касается Петербурга Все эти матчи будут в описании Чтобы у вас голова кругом не поехала Давайте быстренько по турниру в Хуахине Айла Тамлянович Джен Сай Сай Здесь более-менее интересный матч Я считаю, что спокойный и уверенный фаворит Здесь именно Тамлянович за 1.56 Так и есть Я не думаю, что какие-то большие проблемы У Тамляновича возникнут Потому что Джен Сай Сай Показывает теннис на данный момент Просто похуже классом В предыдущем матче скажу, с кем играли Сай Сай обыграла Бегу Тамлянович обыграла Катерину Козлову И Штефани Фегеля перед этим Сай Сай обыграла Минеллу в первом круге Но не важно Важно то, что именно уровень тенниса Который показывает Тамлянович сейчас Действительно неплохой, чтобы заиграть ее за 1.56 Не такой уж и Ну, я даже считаю, что надежненький вариант Хотя это женщина и все может быть Но жду от нее победы Линет Ван Яфань Вот здесь Магда Линет идет аутсайдером Слава богу, она сегодня обыграла Никулеску Я учитаю, что опять же Здесь имеет смысл отталкиваться от плюсовой форы На Линет Потому что она просто играет достаточно разумно Никуда особо не торопится Мне понравилось, как она сегодня разложила Никулеску Но у Никулеску возникли проблемы со здоровьем В начале второго сета Она мерила давление Что-то случилось И она действительно играла плохо Но Линет сохранила спокойствие И четко использовала эти возможности И победила Поэтому против Ван Яфань Линет идет аутсайдером за 2.35 Поэтому используем плюсовую фору Я думаю, она зайдет Линет достаточно умная теннисистка Мне нравится Я за нее болеть точно буду Голубич Циданцек Вот здесь вообще матч очень мутный Я его пропускаю Как бы Тотал больше Тотал меньше Все что угодно вообще На самом деле Особенно по предыдущему матчу Циданцек С кем она играла Сейчас я вспомню Потому что Я не смотрел Брэдди Джейми Да, три сета там играли Невероятный какой-то матч Голубич обыграла Дуань китаянку Мощно бьющую Ну, в общем Тоже была борьба Не знаю Не знаю Как здесь Ну, тотал больше, наверное Ну, как бы Нет смысла что-то сюда лезть Только в лайве Если что Заигрывать Какие-то форы Там что-нибудь еще Мугуруза Ястримская Вот здесь многие-многие Да Готовы-готовы Увидеть победу Ястримской Я тоже Я тоже на самом деле Но Плюсовую фору Ястримской Буду рассматривать Ястримская в 2017 году Уже выигрывала Горбине 6-2-6-3 За коэффициент 3-94 В Люксембурге Поэтому, в принципе Истримской По силам Сделать это еще раз Я думаю, что Имеет смысл Плюсовую фору От Истримской Лайф-лайф Варианты Действительно По прогнозам Сегодня Очень даже Непонятно Ну вот Звонареву я выделил Да Айлу Тамлянович В Хуахине Звонареву, соответственно В Питере Пишите свои варианты В комментариях Какие у вас идеи На завтрашний день Я последнее время Играю только в лайве И как бы Пре-матч Для меня сложновато Но с победой Арина Соболенко Между прочим Предыдущий прогноз Зашел Все окей Спонсор канала Компания Малбет Где вы можете делать Ставки по высоким Коэффициентам Получить персональный Бонус по промокоду Который будет в описании Максимальный размер Бонуса 9100 рублей Сумма сойти Какая сумма вообще Так что если хотите Поиграть Рискнуть В общем-то Побаловаться ставками Серьезно поиграть На Чужие деньги То регистрируйтесь По ссылке в описании Очень удобное Приложение Мобильное Удобный сайт С кучей трансляций Да Фух Ну там вообще Все что нужно В принципе Человеку Который любит Что-нибудь поставить Поэтому регистрируйтесь Вводите промокод Получайте бонус На 30% больше Чем обычный Бонус Читайте правила Всем пока Подписывайтесь на канал Лайк этому видео Счастливо